В канун, да не наших внутренних трагичных событий в Украине, связанных с Майданом, связанных затем с аннексией Крыма, переворотами и прочими делами, на арену вышел новый игрок евразийского проекта с новым подходом общеконтинентального объединения Китай. С 2013-2014 года Китай из страны форварда в производстве, в такой всемирной фабрике превратился в экспортера капитала. На что делал ставку Китай? Китай не говорит языком евразийства, он говорит языком общих интересов единого экономического континентального пространства, в котором, как ни парадоксально, на тот момент была заинтересована старая Европа, учитывая взаимозависимость технологическую, товарную, Россия, которая на тот момент была стратегическим партнером Китая. И уже сейчас, по прошествии времени, все больше публикаций, в том числе как политических философов, так и журналистов, о проекте большой Евразии, континентальной Евразии, Евразии прагматичной, Евразии объединяющей не только транспортно и торгово, но и в плане разделения труда, обмена политических практик. А за кадром стоит, по сути, идея формирования крупного экономического блока, континентального блока, как когда-то в геополитике говорили, объединяющего Германию, Польшу, Россию, Казахстан и Китай, как крупных агентов формирования единого экономического пространства континента. Именно в этот период формирования нового предложения, на фоне провала переговоров о евроатлантической экономической зоне, именно в это время в Украине разворачивается не только политический кризис, но и конфликт. Конфликт, который очень сильно повлиял вообще на динамику, темпы и перспективу идеи единого континентального экономического пространства. Роль такого детонатора, гальма, раздражительно, вольно-невольно выполняла Украина из-за своих нерешенных внутренних проблем, из-за своей неопределенности, своего шатания и, что самое, отсутствие стратегического мышления. Мне кажется, что главный урок для украинской политической элиты, для нас состоит в том, что нам действительно необходимо сейчас переосмыслить вот эту историю конфликта на континенте. И Украина должна научиться работать с длинными стратегиями. Одной из таких ключевых, для нас определяющей, будет стратегия нового континентального объединения. Это тренд на десятилетия. В этот тренд включены все ведущие страны и блоки на континенте. Страна, которая будет постоянно выступать в роли водораздела, не устраивает сейчас ни Восток, ни Запад. Нас терпит. Чем быстрее украинская политическая элита сможет справиться с конфликтом и выступить в роли участника, посредника, стороны этого сближения, тем легче у нас под уделом.